Добрый день, друзья! И сегодняшний наш осенний день пополняет видеообзор легендарного моноцикла в Российской Федерации. Это, конечно же, Сузуки Бандит 1200С, друзья! Конечно же, уже выпуск его 2004 год. Итак, что такое Сузуки Бандит? Именно компания Сузуки постаралась над этим мотоциклом, чтобы сделать его культовым. И взяли они имя, название Бандит, лишь только для того, чтобы увеличить, скажем так, объем продаж, друзья. Все-таки, что такое Бандит? Бандит это обыкновенный дорожный мотоцикл с воздушно-масляным двигателем, друзья, кубатурой 1200. С очень красивой передней частью, обратите внимание. Хрустальная фара, как два глаза, бойца какого-то вот так вытянута. Очень симпатичная мордашка с черной вставкой и с очень красивым ветровым стеклом. Угол атаки, конечно, у него не критический. Поэтому оно выполняет как дизайнерское решение, просто это стеклышко. Зеркала выносные, очень красивые, которые, конечно же, складываются. Для того, чтобы вы могли заезжать на автомойку и мыло, и зеркала ваши не поломало. Ну, шутка шуткой, но зеркала, скажем так, взяты с предыдущих моделей. Итак, дорожный мотоцикл, кубатурой 1200, с дуплексной рамой, конечно же, друзья, которую вы можете потом окрашивать в другой цвет, и это будет придавать немножечко изюминки. Мотор управляется карбюраторами, скажем так, обыкновенный карбюратор с нагнетателем, воздушный фильтр обыкновенный, средняя корзина сцепления, друзья, ничего такого особенного, со смотровым окошком, со стеклянным, очень красиво, где вы будете смотреть наличие масла, друзья. Также у этого мотоцикла очень модная сузуковская выхлопная система, друзья. Почему модная? Потому что именно компания Сузуки постаралась со всеми своими выхлопными системами, начиная с 99-го года, а не делают его, скажем так, многосекционную. И поэтому при, скажем так, развороте акселератора создается свист улюлюканье, как будто бы турбина. Очень красиво. И это еще также поддает немножечко эмоциональности к его названию «бандит», друзья. Задняя часть мотоцикла, конечно же, узнается по его фирменному стоп-сигналу, очень красивому, который напоминает чем-то очки какого-то бандита, друзья, действительно. Заднее широкое толстое колесо с глубоким грунтозацепом. Действительно широкое колесо, потому что мотоцикл очень тяжелый, и меньше колесо здесь просто не пойдет, друзья. Задний хвостик для того, чтобы защищать вашу спину от грязи, от камней, друзья. На котором держатся выносные красивые поворотники с оранжевыми стеклышками, друзья. Привод мотоцикла производится цепью, большой звездой, друзья. Все в хорошем состоянии, обслужено, но не смазано, друзья. У мотоцикла имеются, скажем так, лапки для пассажира с резиновым покрытием. Это очень и очень приятно. Это один из тех мотоциклов, на котором действительно будет удобно ездить вашему пассажиру, друзья. Обратите внимание, что на мотоцикле установлены дополнительные багажные крючки, друзья. Это для того, чтобы вы поклажу какую-то положили и привязали ее вот так по-всякому. И будете перевозить грузы, как настоящий перевозчик. Я хочу обратить внимание, чтобы камера увидела, здесь есть красивые ручки, друзья. Инженер, когда рисовал этот мотоцикл, конструкторы, они думали, что пассажир будет держаться за эти ручки. Но они немножечко сделали их сильно низко, поэтому за них держаться практически невозможно, друзья. Итак, у мотоцикла есть общая подножка. Это один из самых его полезных гаджетов. Вы можете поставить мотоцикл, производить манипуляции с ним какие-то, просто любоваться на него. Да и просто мотоцикл стоит на общей подножке более устойчиво, друзья. Итак, боковая подножка такая же, как и на всех Сузуки, окрашена в черный цвет, с концевичком, друзья. То есть, если мотоцикл будет стоять на боковой подножке, мотоцикл заглохнет при включении передачи, друзья. Очень приятно, мы видим уже на этом мотоцикле, что часть двигателя у него прикрыта пластмассовой декоративной крышкой. Это действительно очень приятно, когда на дорожном мотоцикле, на обыкновенном дорожном мотоцикле, стоят такие красивые пластмассовые штучки, которые дополняют этот мотоцикл и делают его более красивее, более масштабнее. Итак, сцепление, уже гидравлическая, скажем, рабочая машинка, друзья. Двигатель воздушно-масляного охлаждения, окрашен в черный цвет серебристыми вставками, друзья. Двигатель очень сильно греется. Так как он воздушно-масляного охлаждения, у него стенки двигателя очень тонкие, так как отсутствуют каналы для охлаждающей жидкости. И поэтому двигатель работает очень шумно, лишь только из-за того, что у него стенки двигателя тонкие, друзья. Вообще, в этом мотоцикле собрано очень много всяких новинок. Допустим, если воздушно-масляное охлаждение, у него дополнительный масляный кулер. Допустим, на BMW это начали делать только в последние годы. А на бандите это все-таки применяется очень и очень давно. Все-таки не просто так. Когда-то японцы вывезли в багажнике автомобиля инженера компании BMW. И инженер компании BMW теперь стряпает Сузуки, друзья. Молодец, какой он молодец. Итак, переднее колесо не такое уж и широкое для того, чтобы можно было бы чертить зигзаги на асфальте, друзья. С глубоким грунтозацепом и красивая классическая крылочка, друзья. Передняя вилка очень толстая, конечно же, в хорошем состоянии, друзья. Два дисковых тормоза, очень больших, которыми управляют шестипоршневые скобы TAKICA. Но резиновые шланги, друзья. Тормоза очень эффективные. Немножечко не понимают, для чего такие шестипоршневые скобы на такое узкое колесо. Но это очень приятно, это очень круто. Все-таки бандит, это опять же бандиту. Друзья, выхлопная система, как вы видите, штаны, скажем, преобладает золотистый цвет. Это говорит о том, что прошлый хозяин этому мотоциклу не дал, скажем так, увидеть жизнь. Вот так. Но зато он потрудился и поставил уже дополнительные слайдеры, которые будут защищать ваш двигатель при падении, то есть крышки. Очень приятно. Итак, друзья, Сузуки Бандит. Это эмоциональный дорожный мотоцикл для того, чтобы он указывал ваш статус. То есть вы подъехали на бандите. Все, вау, бандит ты, да, 1200. Вау, 1200. А сколько лошадей? 100. Вау, 100. А на спидометре, вау, 260. Но, немножечко поподробнее, друзья. Хоть у него написано, конечно, 260 и написано Бандит, то, что написано Бандит, конечно, этот мотоцикл еще не является рецидивистом. И то, что у него на спиде на шкале 260 км в час, это, конечно, не говорит о том, что этот мотоцикл авианосец, ну, самолет, этот мотоцикл разгоняется максимум 197 км в час. По тахометру на Апекс он не выдает, он выдает где-то 6-700 максимум. И срабатывают ограничители, друзья. Да, поэтому, скажем так, от Бандита у него только название и все вот эти тюнинговые штучки. Что очень приятно, мотоцикл дорожный, с дорожным рулем, но не с высоким подъемом. Самое главное, передние тормоза, гидравлика, сцепление гидравлика. Что приятно есть, это подогрев ручек, друзья. Вот, смотрите, выключаем там лампочки, вот это все загорается. И вот это все греется. Греется она не для того, чтобы согревать ваши руки, а для того, чтобы тепло снимало усталость с ваших сухожилий, когда вы долго едете. Очень приятная штука. Японцы молодцы, они догадались до этого. Надо попробовать как-нибудь зимой прокатиться с этим очень интересным гаджетом. Нам все просят показать бензобак. Открываем бензобак. Мотоцикл в хорошем состоянии, так же, как и бак в хорошем состоянии. Не ржавый, без окисления, друзья. Ну, что хотелось бы еще про этот мотоцикл сказать. То есть, это очень тяжелый мотоцикл, кубатурой 1200, 100 лошадиных сил. И с красивым именем Бандит, друзья. Ну, это точно так же, как можно сказать, что Land Cruiser 200 это джип. Нет, это не джип. Так же, как и этот Бандит, немножечко не бандит. Это просто дорожный, удобный мотоцикл с красивым дизайном и с хрустальной оптикой. Итак, включаем электроснабжение. Загорелись две лампочки. Нажимаем сцепление и производим запуск. Четырехцилиндровый двигатель. Работает мягенько. Улюлюка нет. Сильно шума, конечно, нет. Нет. Но если поставить рядом мотоцикл с водяным охлаждением, то вы, конечно же, поймете разницу его работы. Двигатель оборотистый. Хоть у него и тяжелая поршневая группа, друзья. Я прокачусь здесь и покажу на малых скоростях динамику его разворота, друзья. Мотоцикл очень бодрый, динамичный. Имя, название «Бандит», наверное, срабатывает у него от 0 до 60, друзья. Когда вы это будете как раз показывать своим друзьям? Оборотистый двигатель. Очень оборотистый двигатель. Так и хочется проехаться на этом мотоцикле по асфальту и посмотреть, на что способен настоящий бандит, но не рецидивист, друзья. Итак, друзья, оставайтесь с нами. Не забывайте, что вверху здесь на экране у нас информационный слоган, где вы можете получить всю информацию, где купить, как купить и как отправить, друзья, вам мотоцикл. Не забываем, регистрируемся, конечно, на нашем сайте. До новых встреч! А мы поедем прокатимся пока на этом прекрасном бандите, друзья. Итак, друзья, динамические испытания большого дорожного мотоцикла Сузуки Бандит 1200С, друзья. Мотоцикл для поднятия статуса. Включаем электроснабжение, красивые лампочки, степени. Запускаем двигатель. Двигатель приятно работает. Коробочка с металлическим шелчком. Мотоцикл очень, скажем так, хоть и здоровый, но скомпонован. Очень плотненький такой, скажем. Задняя подвеска у него короткая. Из-за этого он при малейшем повороте акселератора уходит в дрифт. И колесо уходит в пробуксовку. Именно для того, что у него короткая задняя подвеска. То есть вот так, друзья. Ну что, выходим на трассу? Ну что, мы прокатимся, друзья? Продолжение следует. Продолжение следует. Друзья. Так, как ехало, ускоряется, друзья. Так, как ехало и тормозит. За счет его 6-постревых стоп-стоп-тика, друзья. Да. Действительно бандит. Тормоза на величине. Ну что, прокатимся и посмотрим этого бандита, друзья. Ну что, теперь этот фототикер прислал за стоконы и везде, друзья. Смотрите продолжение в следующей серии. Интересный эмоциональный мотоцикл, друзья. У которого название говорит больше, чем сам мотоцикл за себя, друзья. Фонты дороже денег, коль не корявые они, друзья. Поэтому торопитесь, приобретайте Сузуки Бандит и будьте человеком, мотоциклистом, который поистине управляет бандитом. Итак, друзья, досмотрим наши ролики до конца. Регистрируемся на нашем сайте. До новых встреч, друзья! Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова